Мы хотим попробовать поэкспериментировать в нашей передаче и постараться поговорить, сделать длинный тягучий разговор, казалось бы, может быть, даже не совсем уверяя и вообще не касающийся как будто бы христианства, но мы поговорим об отцовстве. Относительно недавно в нашей передаче мы эту тему уже поднимали, поднимали в контексте притчи о блудном сыне, подготовки к великому посту, но эту тему мы прошли как бы по касательной. С одной стороны, с другой стороны, у зрителей вызвался невероятный интерес к этой теме, в частности, при личной встрече где-то на приходе вопросы уточняющие возникали. Вот мы решили собраться в студии с отцами, а не отцы и своих детей, и отцы своим прихожанам, и поговорить об отцовстве. Это будет длинный разговор. Отец Николай Зинин, здравствуйте, батюшка. Добрый день. И отец Тихон Сханов, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну мы с вами очень долго к этому разговору шли, к этой беседе. Захотелось несколько поменять формат, но опять же, лето, время каких-то экспериментов. Захотелось немножечко поменять формат. Мы постараемся выстроить именно диалог, то есть где каждый из нас, как представитель отцовства, поразмышляет, порассуждает об отцовстве, о мужественности, о том, как воспитывать мальчиков, как состояться как отцу, как преодолеть в себе какие-то трудности и препоны на этом пути. Это все нас ждет при дальнейшем разговоре. Но от поровной точкой для нас, как для православных христиан, все равно будет Господь. И Господь, и Евангелие. Есть такая интересная вещь, многие в Евангелии это как бы подмечают, замечают, что Христос приносит какую-то новую систему взаимоотношений с Богом. То есть вдруг возникает вообще тема отцовства и возникает мысль о том, что Бог не просто некий далекий творец, который сотворил и отошел на дистанцию и условно говоря теперь наблюдает со стороны за своим миром и за людьми, а он тот отец, которому не безразличны мы как дети. И мир как его такое очень трепетное и нежное творение. Давайте вот начнем с чего. Возникает зачастую вопрос, а иногда он не возникает, как-то люди его априорно принимают. А почему вообще Бога как триединое божество мы вдруг обозначаем как Отца, Сына и Святаго Духа? То есть мы прекрасно понимаем, что Бог бесполое существо, что Он Дух. Тот факт, что Он воплотился во Христе Иисусе, не делает Его, не дает им половой принадлежности вообще в вечности. Но вот эта вот тема, она мне кажется, что-то важное должна для нас открыть. Мы можем подойти к теме отцовства Бога, но вот через это. Как вам кажется, почему вообще это наименование родилось и откуда оно вообще вышло? Давайте, наверное, начнем с отца кого? Тихона? Николая? Кто? Давайте, дерзайте. Запустите гранату размышлений. Ну, есть, конечно, идея, что это некий культурный контекст. Ну, то есть, допустим, если я прихожу к кому-то, то я разговариваю на их языке. И, ну, скажем так, для нашего земного мира, для человеческого сознания вообще нечто божественное. Оно непонятно в принципе, да? И нам это нужно как-то спустить на понятное на нашем языке. И описать отношения троицы так, чтобы мы поняли, да? Вот что является в нашем мире такое наиболее близким к этим отношениям. Вот. И возможно, что, ну, выбираются некие отношения отца и сына, которые наиболее близки, чтобы описать отношения внутри троицы. Я вот, может быть, сейчас буду задавать какие-то провокационные даже вопросы, дерзкие, с точки зрения богословия. Но вот мне кажется, а почему тогда не муж и жена? Здесь как бы точек соприкосновения могло бы быть больше, да? Мы же говорим, что муж и жена... А кто был бы женой? Ну, нет. Возникает вопрос, кто был бы тогда третий. Тогда третий — это порождение, да, первых двух. Тогда действительно дух — это всего лишь исходящая какая-то сила. Ну, дух, руах по... Евритом или как-то по-арамейским. Женского рода. Ну, это было бы сложнее. Тогда бы Богу пришлось воплощаться в женщине и говорить, я жена Бога. Ну, и тут много связей, я думаю, ссылок на языческие культы, где женское и мужское начало равно обожественны. И поэтому этот контекст не был бы принят иудеями. Как можно... Ну, и природа, наверное, все-таки мужская и женская, она немного разная. Вот. А получается, хотим мы того или нет, но вносится некий раскол. Ну, кстати, я читал недавно статью, что мысли такие, что где-то на архетипическом уровне сознания Богородица в головах людей заняла место вот такой архетипической богини. И в молитвах это отражено. Распространенная такая ситуация, когда спрашивают человека перед крещением, там, ну, на беседах, да, троица – это кто? Отец, сын и? И все отвечают – и мать. Отец, сын. Николай. Да. Ну, то есть, как висит на бардачке автомобиля, так, в общем-то, и воспринимается. Но если все-таки серьезно, и чтобы мы как-то, может быть, дальше двинулись, я бы вот здесь очень важное для наших телезрителей прояснил, и для вас. Потому что понятно, что так, как троица в академическом богословии, никто не подходит, этот вопрос почему-то не возникает. А для нас, мне кажется, это важно просто самим подумать. То есть, понятно, что мы не найдем ответа жесткого, академического, четкого, сформулированного. Отец и сын потому что. Но мне бы хотелось, чтобы мы в данном случае апеллировали, может быть, к своему опыту сыновства, отцовства, семейственности какой-то. И, может быть, хотя бы по наитию нащупали, почему вдруг именно так. То есть, почему даже вот Христос учит, например, обращаться к Богу именно как Отче наш, Отец наш. Не родитель, не творец, не судья, не господин. Вот именно Отец. Что это дает? Что это фундаментально для нас раскрывает? Отец Сергий, ну вы же сами сказали в начале программы, что Христос что-то новое привнес. Если бы он пользовался терминами «господин», «начальник» и все прочее, это уже было и до него. Вот, поэтому, да, тут, как отец Тихон сказал правильно, я считаю, что был и исторический контекст, и те люди, к которым обращался Бог и в лице Иисуса Христа, они и так с трудом вообще воспринимали эту проповедь. Поэтому максимально к ним приближенными терминами. Отец — это фигура патриархальная, такая значимая. И, с другой стороны, это новый дискурс, новые отношения с Богом. Вне какого-то законного контекста, а вот именно как родные отношения какие-то. А с другой стороны, все, что было до этого, величие, описывающее Божие, его дистанцию, то, что фиксировалось в Ветхом Завете, это было и до Христа. То есть, моими глазами Христос разрывает дистанцию, которую фиксировали все религии, начиная от языческих и иудаизм, и пытается людям объяснить отношения, взаимоотношения с Богом вне дистанции, потому что между отцом и сыном дистанция, в принципе, минимальная. Вот, тут как-то ближе к равенству, ближе к единству. Поэтому, ну, на языке патриархальном, да, он не мог как-то женское начало сюда ввести, хотя, как вы правильно сказали, в Боге мы, в принципе, не можем каких-то гендерных этих различий. Мне, кстати, вспомнился момент у Климента Александрийского, как он описывает Евхаристию, и там такой сложный символический ряд, в конце которого он говорит, что причастие Евхаристии – это молоко Отца, которым питаются верные. То есть, тело и кровь Христовы, как Дух, как молоко Отца. То есть, и вот тут тоже такая попытка этого святителя, какие-то гендерные эти вещи превзойти. Мы можем и так сказать, например, в христианском таком дискурсе раннего христианства. Поэтому Бог, как мать, может, как бы не меньшую роль играть. Тем более, что вот средневековый дискурс, когда Бога мыслили таким, ну, все вот эти адские муки и все такое, то есть, в центре было то, что Он именно неумолимый судья. Поэтому люди зачастую прибегали к молитвам Богородицы или святым, как более человечным, более каким-то милосердным личностям, чем сам Бог. Поэтому сейчас, в 21 веке, мы какие-то вещи уже переосмысляем, но мы не можем ту эпоху просто взять и выкинуть. То есть, в том контексте с Богом, как с Отцом, было вообще трудно договориться. А вам вообще как кажется, мы же понимаем, что Христос приносит некую благую весть. Что вот в этом благого, что Бог теперь Отец? Потому что, условно говоря, как мы с вами обсуждали еще до эфира украинского богослова Александра Филоненко, есть интересное замечание, что типа Бог-Творец и Бог-Отец – это два прекрасно описывающих Бога имени, но Отец лучше, чем Творец, звучит полновеснее. Вот в этом смысле, какую благую вещь, что Бог все-таки Отец, мы как бы обретаем? Что Он не Творец, что Он не Судья, что Он не Господин рабов, а Он Отец. Для меня вообще благость в этом в первую очередь заключена в том, что мы перестаем ловить Бога, как бы, да, в других словах, которые были перед этими. То есть Господь постоянно является в новом, в чем-то, да, там одинаково Он не появляется. Чтобы невозможно было Его уловить и сказать, вот этот огненный язык, там, или вот этот вот кустик говорящий, там, или что это, там, ветерочек – это и есть Бог. Вот чтобы невозможно было поймать Его в тюрьму богословскую, да, Он опять какой-то для нас новый, да, вот новая грань какая-то появляется. Вот, а что конкретно благово именно в том, что Он Отец, ну, во-первых, здесь, не знаю, для кого-то это благо, для кого-то это целый ворох проблем, ну, там, бац, и вдруг Бога осознать как Отца. Да, и что там, наверное, переворачиваться должно внутри, ну, то есть, так вот конкретно сказать, прям, в чем благо для конкретного человека, если он осознает, что Бог – это Отец. Ну, давайте оттолкнемся от вас. Причем ситуация эта может быть разная, может не быть Отца в жизни человека, может быть образ Отца такой деспотичный, жестокий, какой-то искорюженный сам по себе. Это очень похоже на «Бойцовский клуб» фильм, где, значит, там какая-то сцена была, где Брэд Питт, ну, герой Брэда Питта лупит, вот, я не помню, кто играл второго, и, значит, твой отец предал тебя, он тебя оставил, что это тебе говорит о Боге? Да, то есть, ты называешь Бога Отцом, твой отец тебя предал и оставил, что это тебе говорит о Боге? Ну, да, это и снизше еще так, наверное, если началось. Многие отцы заботятся о своих детях получше. Есть некая реальность, есть некая реальность, да, в которой, например, я обитаю, мы еще об этом будем говорить в следующем, когда у нас будет действительно диалог, когда мы друг другу будем задавать вопросы. Вот, а есть некая концепция, вот, в концепции все равно отец по отношению к ребенку, это вот некая идеальная, там, модель отношений. Ну, то есть, понятно, что отцы бывают разные, отцы могут валяться пьяными на диване, отцы могут просто бросить мать в самый трудный момент, отцы могут, не знаю, еще что-то могут, но в целом человек, ребенок, у него, он рождается с вот этой внутренней концепцией, что та мать, которая у него, и тот отец, который у него, это лучший отец, и лучшая мать, и вообще они априори любят, потому что отец не любить не может. Тут понятно, что множество капканов обретается, например, когда мы, ну, отец задает неверную установку на любовь, понимание любви, да, я тебя бью, но знай это по любви, это потому что я тебя очень люблю и за тебя переживаю. Ребенок, например, усваивает вот эту концепцию, что чем сильнее тебя бьют, тем сильнее тебя любят, потом он ее начинает транслировать где-то там в семье по отношению к своей жене, да, бьет, значит, любит. Ну, вот, ну, понятно, что это неверное понимание любви, но мы берем сейчас некую идеальную концепцию, все-таки Христос приносит именно некую идеалистичную концепцию. Он, когда он говорит, молитесь, отче наш, то он предполагает не тому отцу, который пьяный валяется на диване, а какая-то вот, то это в том самом контексте, что отец это не кто, а вот дальше надо понять, что некто. То есть вот почему это, я бы хотел, чтобы отец Тихон продолжил мысль по поводу ворох, проблем или все-таки благая весть. Может быть, попробовать оттолкнуться от личного опыта, что слышит отец Тихон, когда, например, ему говорят, что Бог есть отец. Вот это его пугает или радует? Это его вдохновляет или, наоборот, ввергает в уныние, например? Что рождается в качестве эмоций? Меня это несколько успокаивает, что, ну, папа, он же папа, он такой. Я что-то вспомнил сейчас, ну, в контексте этого вопроса, как Анечка у меня это реагирует, когда я ее ругаю. Она совершенно не понимает, как это возможно, что папа ругал. Ну, то есть она так болезненно вообще реагирует, когда я что-то говорю, что-то нельзя, или там, она смотрит на меня и не понимает вообще, как я могу это говорить. Я же ее папа, то есть, вот, и поэтому я стараюсь так с ней очень мягко, и как, все равно где-то границы надо ставить, что-то дозволенную, недозволенную и так далее. Да, и так далее. Но вот для нее папа – это тот, кто вообще принимающий. Принимающий. Ну, так вот. И на таком же уровне? И, наверное, да, ну, вот, да, вот принимающий. И вот, тоже я вспоминаю у своего отца, какие-то вещи, которые я делал в жизни самостоятельные, они с трудом, может быть, принимались женщинами в моем окружении. Вот, он очень храбро их принимал. То есть, если я что-то задумал такое, вот, то он собирал свою волю в кулак и готов был вместе со мной эту реальность принимать новую. Вот, вот, как-то он, не знаю, вот так вот. Отец Николай, а у вас? Был готов, да. Что рождает в голове фраза о том, что Бог – Отец? Ну, у меня такие противоречивые, на самом деле, чувства. И тревогу рождает, и где-то, и успокоенность. И так анализируешь, когда, то это вообще практически не принимается очень с трудом людьми. Что Бог. Я вот недавно задумался в контексте таинств и отпевания, в том числе. Там везде рабы, везде рабы. Вообще, сына ни одного нет, везде рабы. То есть, церковный язык, он апеллирует рабской терминологией, а не сыновской. Это, мне кажется, тоже о многом говорит. И понятно, что в контексте Ветхого Завета это был титул уго-го какой. То есть, раб Божий – это как Моисей, или я. Никому я больше никому не знаю. Ну да, или как Кураев пытался это как-то спасти. Но в контексте нашей современности это никак не спасает. И когда уже после крещения, например, понятно, до крещения мы можем использовать раб как-то, но в крещальной молитве уже после крещения этот раб, оно прямо не режет уже слух. Ты сегодня родил раба твоего, Михаила Николая. До этого, кстати, все-таки возникает в крещении сын наследник, дочь наследница. Да, ну там, да, сотвори, а потом уже непосредственно, что ты там родил раба твоего, Михаила. Ну, как-то вот у меня уже не укладывается, что Бог может родить раба. Вот. И также на отпевание, например, когда мы молимся, там, Господи, прости, там, работаем, прости, работаем. Но если мы возьмем и заменим, там, на сына или на дочь, мне кажется, будет понятно, что простит. Ну, как-то это человечнее будет звучать. То есть мы даже, с одной стороны, мы говорим, что это благая весть о том, что Бог теперь нам отец. Но само построение богослужебное, там, молитвенное, оно дистанцируется от этого. Мне вот все-таки еще очень кажется важным, если мы немножко богослужения вынесем пока за скобки, да, потому что понятно, что богослужения, молитвы, тексты – это уже некое осмысление людьми. Да, то есть то, с чем борется Христос, придя… Ну, наша реакция. Да, то есть он как раз пытается вернуть божественный замысел, божественный смысл тех или иных, там, заповедей и так далее. То, как их понимали люди и как они их зачастую извратили, в общем-то, он с этим как раз и боролся. Я поделюсь просто тогда своим мнением. Хорошо, что возникла вот эта тема крещения и тема сыновства и наследника. Я просто вспомнил, как я во время крещения людям это объясняю, что дарует вот это сыновство. Что когда… Ну, я обычно привожу банальный пример бытовой, что, например, представим себе, что вот эта вот женщина, которая сейчас держит на руках этого младенца, она бы своему мужу принесла негритенка в подоле. И проблема же вот в том, что… Ну, то есть, и понятна реакция мужа. И эта реакция возникнет не потому, что он, скажем, не любит афроамериканцев и вообще ко всему черному возникает у него отторжение. А проблема в том, что он, вглядываясь в него, себя не узнает. То есть, в этом смысле, может быть, как раз вот это вот отцовство-сыновство дарует такую благую вещь, что 24 на 7 на тебя смотрят и в тебя вглядываются, и как вот вглядываемся мы в своих детей. Да, вот носик там папин, а вот ушки там папины и так далее. И в этом смысле, с одной стороны, это и некая обязанность, как бы от нас требуется, да, соответствовать, да, то есть, чтобы тот, кто смотрит на тебя, себя во мне бы и узнавал. А с другой стороны, вот это сыновство в противовес рабству. То есть, когда тебя называют сыном, тоже мне вспомнилась притча о блудном сыне, которую мы разбирали здесь, но не с вами, что, там же помните, да, блудный сын готовит внутренний монолог, возвращаясь из той страны долее, чем он говорит. Вспомнился готовится. Да, 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 что я не достоин называться уже и сыном твоим, но прими меня хотя бы в разряд там наемников, да. Вот. И первую фразу отец дает договорить, да. «Прости меня, отче, согрешил я на небо и пред тобой, и уже не достойно называться сыном твоим». А дальше идет обрыв. Ему не дают договорить, что возьми меня в наемники, потому что на меньшее, чем сын, отец не готов, не согласен. Никаким наемником, рабом я тебя видеть не хочу. То есть, в этом смысле сыновство выводит нас в некое пространство такой свободы, которое и может как раз пугать. То есть, как сын ты можешь выйти, можешь вернуться, как сын ты можешь, условно говоря, плюнуть в лицо отцу, уйти, растранжирить свое имение, там, наследство. Вот, но... И еще дополню, что пропадают гарантии. В отношении гарантии пропадают. Вообще, если мы берем такую, как сказать, концептуальную богословие, то есть, богословие концепции некой, да, какого-то механизма, да, вот, сделаешь так, получишь вот такое воздаяние, сделаешь так, получишь вот такое воздаяние, там. Вот, много грехов надо, много покрасить. Что как раз и предполагают отношения наемника и господина. Да, тогда есть гарантия, да, в наемничестве есть, ну, ты там сделал, тебе заплатили, вот, и все. А здесь, получается, ты помолился, а там может быть тишина, или там отказ, или что. В этом смысле есть такая мысль, довольно пугающая, вернемся к теме богослужений. Если мы говорим о том, что мы обращаемся к Богу и можем получить любой ответ, тогда в таинстве, обращаясь к Богу, мы можем получить, и должны это допускать, можем получить отказ в исполнении этого таинства. И это пугающая такая вещь, на самом деле, потому что она может смущать кого-то, типа я пришел, да, вот, причащаться, а сегодня нет причастия, не потому что его не совершили в храме, а потому что вот нам отказано в нем. Вот, и вот это такая... А сейчас Николай хочет явно возразить, я прийду, я за гостер приготовил. Я к тому, что наша богослужебная практика не допускает такой мысли. Если батюшка пришел, канонически рукоположенный, люди собрались, то таинство уж будь добр, выложи и положи нам, Господи. Поэтому, ну, были какие-то попытки в житиях, да, там, голубок должен задергаться у святителя Василия Великого, или там... Или огонь должен в чашу сойти, да. Или некто видел, когда, значит, священник ведет причастие уже, собственно, да, кто-то подлетает и забирает такое духовное тело. Ну, да, но это попытка как-то объяснить, да, что таинство мы не можем механизировать до уровня, совершено по умолчанию. Но на самом-то деле у нас и нет какой-то верифицирующей системы. То есть мы там, о, мы чувствуем дух с нами, все, мы служим. Чувствуем нет, мы не служим. Если бы у нас была такая система, после, ну, да, верифицирующая, там, вот, если сошел огонь, то сто процентов, тогда это тоже концепция. Ну, да. Я и говорю, это попытка была хоть как, но она тоже кривоватая попытка, что вот, да, я вижу там огонь, я не вижу. У меня единственный был такой успокаивающий у меня ответ от всяких дальнейших смущающих мыслей, потому что, ну, чего я пришел недостойный, какое там могут совершить таинство, да, там, и так далее. Вот. И у меня такая мысль была, что молитва, возможно, ну, и таинство, это не то, что я прошу, и мне потом дается, ну, или мы, да, скорее, мы просим, нам дается, а это скорее то, что нами откликается, то есть уже все дано, но мы в молитве откликаемся. Ну, как нас позвали, мы обернулись. Вот. И тогда это уже таинство сделано, просто мы откликнулись и пошли навстречу. В этом контексте очень интересно звучит молитва «Отче наш», ну, то есть, которой нас учит Христос, да, то есть она и начинается, и красной нитью через нее проходит, что пусть на все будет воля твоя, как на земле и на небе. Ну, то есть мы просим не то, что, там, условно говоря, дай нам тех же самых гарантий и так далее, ты как отец своей волей здесь, в мире, себя прояви. Вот. А мы, как дети, условно говоря, готовы быть послушны, да, как главный добродетель детства. А может, и самое сложное – понять, что ты и есть сын. Ну, то, от чего мы убегаем. То есть это, с одной стороны, благая новость, с другой стороны, мы как-то вот не готовы. Как отец Тихон говорит, я там недостойный какой-то. Да, и что теперь делать? Ну, а как, я не могу там, то есть у тебя приходится, он говорит, я недостойный сын, да? Он же так не говорит. Даже если он по-твоему недостоин. Там, например, на исповеди, вот человек там вроде, ну, кается, а с другой стороны смотришь, какое-то это покаяние, напоминающее, что к тебе пришел сын, и давай башкой биться об стену. Ты говоришь, эй, эй, стой, ты что делаешь? Я тебя сам накажу, если там надо. Может, тебе не надо наказывать. Ну, то есть, там, это же дикая какая-то ситуация. Вот, ну, если представить, да, сын подходит, и вместо того, что пап, я там что-то разбил, или сломал, там, или еще что-то, он в это время начинает дико биться сам, себя наказывать, бредку берет. Дорогие отцы, на сегодня мы поставим многоточие. Понятно, что мы пока еще только разогреваемся в этом диалоге. Я думаю, что в следующий раз мы продолжим уже говорить предметно о нашем с вами отцовстве, сыновстве и мужественности. На сегодня я благодарю вас. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Обязательно присоединяйтесь к нам в следующий понедельник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова